В общем, этот Павел Григорьевич, я сегодня сижу, зарабатываю свои 100 долларов в час. В пятницу думаю, я сейчас поработаю. Работы накопилось много. Сначала я ему звонил, там надо было кое-что сказать, он не ответил. В общем, перезвонил, давай, говорит, короче, собираю ноги в руки и вали быстро в кузницу. В общем, я тут пули вообще. Еще походу... Какая пуля, часа в полтора не было. Так я еще дела кое-какие делал. Где часа полтора? Я только там на почте провел полчаса, застрял. День добрый. Начал ковать, я, в общем, надо подарок. Срочно. Прямо срочно. И я начал делать фигурки. Тут одна уже половинка у меня готова. Будет два человечка. Пойдем на стол. Вот тут небольшой у меня сюжетик есть. Вот и вот. Это будет подсвечник. Вот пока вот такая вот на одном колене будет стоять. Ну, то есть это ту идею, которую мы с тобой придумали? Да, да. Это вот та идея, которую мы с тобой изначально придумали. Она будет на пазлах у нас. Ее можно будет развернуть, причем. И они будут уже не друг друга навстречу. А рядом стоять фронтально, наверное, дружно смотреть. То есть вот эту часть мы придумали с Павлом Григорьевичем тут кумекали. А вот это уже он сам с пазмами. Прикольно, Павел Григорьевич. В общем, я почти успел. Да. Нет, что вторая будет, сейчас я руки делаю. Давай, поехали. Я согласен. В общем, я сегодня что-то это... Павел Григорьевич. 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 То есть видите, он замерил, в голове у него все, и он четко сделал две заготовки под руки. Две заготовки я давно не делал, в голове у меня информация еще есть, руки вроде бы помнят. Сейчас попробуем изобразить, чтобы получилось все с первого раза. Вот видите, ребята уже покрасили. На один раз, да, Павел Григорьевич? На один раз покрасили? На два уже все. Вот это не просто так лежит. Ты снимаешь? Да. Вот это не просто так лежит. Это я прямо на ней встаю. Что ты ее фоткаешь что ли? Нет. Снимаешь? Да, снимаю. Снимаю. Подальше отойду. Это для того, чтобы... Это холодная, значит, получается, пол. Либо Сергей Игорь всегда встает на колени, там, или как-то позу какую-то я по нему смотрю, списываюсь. Сыба я сам. И вот такую позу, какую мне надо, значит, я встаю там и смотрю на свое тело, как у меня располагаются мышцы, как располагаются... Ну, как я понял, это я буду, по мне ты будешь делать. Я по тебе, раз ты со мной, ты будешь у меня вставать в позу, я буду на тебя смотреть. Да, то есть, Витя, мы всегда, когда ты делаешь, то есть мы показываем друг другу, вот так мы циркачей, да, Павел Григорьевич, я ему позировал, и полностью он уже по мне все лепил. Дело в том, что надо сделать, чтобы было, как бы, все равно пластика была человеческая, чтобы было интересно вот эти суставчики, чтобы сделать, чтобы они побольше были и развернуто правильно, чтобы было. Вот это все для этого делается. Все, поехали дальше. На наковальне поработаю. Сейчас, давай. Мне по всей не нравится. Что, мне куда лучше, я сюда сейчас иду. Все, давай. Пойдем, померяем, хватит такой длины, нет? Это плечо, предплечье вернее. Так, давайте у нас. Вот, до колена. Да, наверное, хватит. Проверяем сам на себе пропорции. Раз у меня, вот я смотрю, от плеча примерно до колена, чуть выше. Ну и, значит, в культуре должно быть что-то приближенное. В общем, это называется малая пластика. Да. Малая пластика. В котором Павел Григорьевич у нас силен. Сейчас мы сделаем плечо, а потом сделаем здесь. Все, пока периф, да, периф пока. А, я сейчас, я сейчас не разрубать. Вот, я приплечье. Давай, я забыл. Кто там? Торопло, думал. Надо уже панцер обрубать. Вот видите, я тут утолщение оставил. Таксик будет у нас. Я что-то вообще, как сумасшедший сегодня прилетел. Сейчас он будет пальчики делать. Вот. Субтитры сделал. КОНЕЦ 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 То есть, вот видите, у него ручки, но с ручками еще он будет работать. То есть, это только заготовочки такие. Тут тоже моментов хватает в работе. Пойдем сейчас пропилим. Пойдем. Ты на горячую будешь пилить? По идее, можно и сразу пропилить, но таким образом, вы когда зубилом разберете, они у вас расширяются, да, Павел Егорович, руки? То есть, и потом, получается, вы когда пропиливаете, у вас получается тоненький пропильчик такой, пальчики более-менее начинаются караси. Мне нравится, когда из подзубила остается слетка, это настоящая ковка. Да, да, да. Я же не слетать. Я раньше нашей профессией называла слетать, но... То есть, здесь можно, да, болгаркой с зубилом пропилить или в данном случае, как у ребят, станок. То есть, посмотрите сами. Так. 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 Видео, он перчатку снял, посмотрел на руку, отталкивается. Видео, он перчатку снял, посмотрел на руку, отталкивается. Это старая работа, Андрей Владимирович сделал, с камнем, с чироитом, вообще просто красотень. Пока Путал Григорьевич занимается процессом, я вот так тихонечку еще кузницу покажу. Тоже видел, ребят, вся кузница в образцах, то есть все видно, все стены. Так, ну что у нас там показывает, что там получилось? Пока как-то не очень, одна кисть у меня не очень получилась. Но там ее можно приводить куда-то. Если получится ее реанимировать, я сделаю, если нет, другой переделаю. Да, то есть вот так вот тоже бывает, это нормально. То есть не надо бояться. Надо делать. Да, надо делать и все получится. Еще вот такой обзорчик, видите, у ребят. Все там, пока Пал Григорьевич пилит. Пойду, пройду. Вся кузница, видите, все заделан. Ну, вон, пики те, которые ковали уже, ребята, вы видели их. Вон там балясины. То есть все, 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 все. Все. Стены заполнены красотой, всевозможной. Ну, вон, видите, там все вообще. Что только нет. Ну, Пал Григорьевич пришел. Сейчас вот он будет опять нагревать. Нагревается достаточно быстро все, да, Пал Григорьевич? Потому что детальки тоненькие. Вот здесь тоже момент такой. Оно и получается долго. То есть вы нагрели, быстро взяли, пару раз ударили, остыло опять в гор. И здесь много нельзя забрасывать. Это не печка. Это вы в печку забросили, она у вас там горит и горит. А здесь вот именно и получается, что такой затяжной длительный труд будет. Как многие говорят, а почему так долго? Да потому что на горне все горит. То есть, вы видите, буквально закинул, уже горячее. Все. Сейчас он будет пальчики формировать. Сейчас я попробую, ага. Эх, там стал неудачно. Сейчас ракурс, парни, поменяю. Нет, все, в порядке, я работаю. Что-то какие-то у меня, наверное, волнует. Не волнуйся. Пойду я еще подрублю. Пойду, до горна схожу. То есть, видите, у него там греется все. Оп, вот она там. Вот она, видите, нагревается. То есть, из самых глаз здесь момент, чтобы она не сгорела. Потому что, если вы провороните, это будет вообще коллапс. А что новую сделать? Ну, нет, ну это понятно, что новую. Вот так, что это тоже подрублю. Тоже подрубит, видите, как все идет. И все стены у нас. Эта стена вообще здесь, что только нет. Ну, а это вы уже видели. Это вы уже видели, все. Видите, он накидал. Одного уже сделал. Я попал на вторую снимем. Это пазлики. В общем, все, он уже там работает. Пойду к нему. В общем, сегодня мастер-класс от Павла Григорьевича. Такая уже ювелирная работа. Видео тоже получится длинным. Но я думаю, что лучше длинное. И показать весь процесс. Кому не надо, тот перемотает. И в ту сторону палец загнул. О, что, все нормально, Павлович, будет? Все нормально. Так вот. Здесь еще при таких тонких работах нужен молоток поменьше. Да, Павел Григорьевич? Ты объяснял бы в процессе. Я вот сюда накрою, что что-то у меня. Крупный. Крупный молоточек, да? Сергей Игоревич, наверное, меня тут... Ты просто в процессе, ты занят, поэтому тебе некогда думать. Я сейчас забыл, какая рука, где у меня. Надо мне вспомнить. То есть сейчас он, видите, встанет. Оп. Вот, устал. Пока не встану, не пойму. То есть, видите, вот про эту метку, то, что он говорил. Вот он встал. И вот он держит. Я, Павел Григорьевич, могу помочь. Я же могу встать, как тебе надо. Все нормально. Вот они, пальчики у меня тут уже образуются. Это будет круто все. Вот видно? Да видно, видно, все, можешь греть. Потом это там доработается все надфилем и так далее, и тому подобное. Да ничего тут надфилем нет, я только эту уберу. У тебя там пальчик только один чуть-чуть. Облой всякий уберу. Один пальчик только чуть-чуть там. Или там зажимать-то что-то будет. Вот этот коротенький получился. Вот этот? Да. Пойдет, в принципе, что? Это у нас что, это безымянный? Да, безымянный. Мне надо его сузить, наверное, или может наоборот? Может оставить пока, а потом уже доработать и все, и подровнять все потом. Все равно же ровнять придется. Я не лезу, это не моя работа. О, вот как я его. Отлично. Ну и тебе на руки смотрит, смотрит, как это все делать. А, ты подгибаешь уже. Нет, в ту сторону подогнуть, чтобы лишнего не делать. Движение, чтобы было. Видите, он правит. Здесь такая работа, кто-то скажет, да что тут такого. На самом деле здесь она требует, во-первых, какой-то определенный макет. Но, видите, он без макета делает. Он смотрит на композицию, какую он придумал. И сам садится и представляет, как должна быть изогнута рука, как должна быть изогнута нога, то есть и так далее, и тому подобное. То есть, получается, видите, вот он сейчас на стол, на рабочий идет, уже начинает примерять. То есть, он сделал первую часть. Вот она у него стоит, видите. И сейчас он руку начинает примерять. Вот он, видите, даже впереди. И так потихонечку, полигонечку, все идет своим чередом. Вот это называется творчество. Павел Григорьевич в процессе творческом. Тебя прет, нет, Павел Григорьевич? Но если его прет, вы даже не представляете. Я просто знаю, когда его прет. Я уже знаю. А когда его будет, это, его прет по-хорошему, он вообще там творит просто. Вот на таком взлете мы сделали циркачей. О! То есть, это пока мальчик? Это мальчик, да. Ну, ты можешь потом при этот, приварить и потом уже подогнуть ему пластику-то сделать. Да, но у тебя все равно плюс-минус будет. Павел Григорьевич, я тебя умоляю. Он сразу, видите, подгарит, чтобы меньше подгибки было. Ну, он не в ту сторону подгнул. Вот. Ты виноват. То есть, по идее, вы можете собрать фигурку относительно и потом уже ее подогнуть. То есть, пластику какую-то все. Но он ее, когда соберет, он ее чуть-чуть подогнет, придаст. Можно этого не делать, конечно, но это совсем уже, когда круто. Да, но здесь еще надо учесть того, ты, когда так делаешь, у тебя фактура металла, ты можешь ее править, чувствовать, придавать какую-то. А когда ты загнешь... Все, молчу, не буду тебя отвлекать. Вот так. Видите, почему они меня не любят? Потому что я их отвлекаю. Да, конечно, отвлекаюсь. Закажется так, чтобы легко. Легко. Ну вот, как-то так. Ну все, сейчас я не буду, тут маленечко с руками все понятно будет, и потом дальше поедем. Так уже нормально, да. Вот, все, сейчас Павел Григорьевич будет делать вторую половинку, вторую девочку будет делать. Павел Григорьевич. Все, пойдем греть Греть глю пойдем То есть видите, она Остыла уже, ее надо подогреть То есть здесь такая работа Не надо И все, и так потихонечку Полегонечку, потихонечку Что-то можно сделать полугорячее Сейчас еще какой момент Когда Павел Григорьевич Отрубал пальчики Он взял Разрубал, ну неважно У него взял не то зубило И у этого зубило был угол Больше чем Угол заточки Я взял не то зубило То, которое у меня было идеальное Оно у меня сломалось Я выбросил Сделал другое Ну, я думал, что больше такие вещи Не буду делать И заточил его, как обычное Вот, а когда разрубать-то стал Что-то уже понял Что сделал ошибку И надо сложно им разрубить пальцы То есть и перед этим Вы должны понимать То есть видите, вот этот момент Такой, когда вы что-то тонкое делаете То есть у вас должен Соответствующий инструмент То, что ты взял и отрубил То есть, допустим Вот как был у меня Из моего опыта Я, в общем, что-то делал там И прежде чем отрубить То есть я старался надрубить Брал горячую заготовку Смотрел, как у меня разрубилось То есть и потом уже Зубило правило Ну, видите, у Павла Григорьевича Опыта гораздо больше Я такие вещи никогда не проверяю Сразу все делаю Ну, он сразу делает А я вот иногда Нет-нет Ну, раньше так делал По крайней мере От одну ногу мы отогнем Второй пойдем ковать Ну, успеваю вообще Он носится как электровиник То есть видите Здесь тоже вот момент Он сейчас протягивает А клещи не параллельно Бойку То есть надо руками Изгибать Неудобство Все, пойдем Дальше Сейчас мы будем Нагревать это все дело Пока Пи-пи-пи-рив То есть вот такой вот день Сегодня суматошный Маленько Будет, наверное, длинноногая Козыль Смотрю, они большие или ноги у меня получаются? Ну, блондинка с длинными ногами Давай-ка мы сравним с вашей чем Прикинем? Не, ну может, она у нее метр восемьдесят ростом Да не, они большие Ну, чуть-чуть, может, подлиннее Да? Весь у меня еще возможность убавить Тебе нет, думаю Что нет-то есть? А изящные сделать Тебе уже не стоит? Не, ну ты же художник, решай Пусть будет длинноногая Газель Он же, Павел Григорьевич, будет стоять на одном колене И вот этот переход Шибко виден-виден не будет Там еще будет чаша с подсвечником А ты подсвечку не купил? Нет Ага, я же забыл Я тебе говорил, купи Отсвечки проще отталкиваться Пойдем что-нибудь? Ага Нет, свечки не делает у меня Она мыло делает То есть мы с ним когда На той неделе мы с тобой Он сидел, придумал Я подошел и мы с ним Я говорю, так надо сначала свечку купить От свечки оттолкнуться Потому что Да, вы представьте, когда вы сделали А свечки такой нету, чтобы у вас композиционно была Ну то есть Будет все нормально в любом случае Сейчас мы меняем Ноги Ноги меняю, да Сбираем Вот так Сбираем Он Ноги Видите, он посмотрел, он перебивает, а там получается он сейчас перебил. Давай покажи, я сейчас покажу, почему. Он почему посмотрел на заготовку, поверни вот так вот. А чтобы ее не перекручивать? Нет, у него там видите, получается вот здесь вот выступ идет и он потом ногу в эту сторону будет загибать. То есть он все делает правильно. Здесь я сделаю наоборот. Решил в этот раз, как пятка получилась, чтобы она была более... Чтобы они друг с дружкой сочетались, я смотрю... То есть он не просто так все это делал? Перепутать часто можно. запах. То есть тут можно или таким путем пойти, то есть перебить и потом подзагнуть тоже такой типа... Или наоборот вы делаете? Я всякое делаю. Вот сегодня мне захотелось, чтобы она была футбольщикой. Да, ты обычно же наоборот делаешь, я поэтому и говорю. Да, я наоборот делал. То есть видите, у нас сегодня концепция поменялась? Да, но вот настроение у меня вот такое все-таки было, что было так. Тем более я их не делаю каждый день, я ее делал год назад. Да, да, да. То есть такая работа, она с нуля. Он еще и волнуется, вы представьте. Некоторые думают, знаете что, да я могу там легко, поверьте мне, как только ставится камера, и которая на вас смотрит, вы будете бегать и мекать. Да, Павел Григорьевич? Ну, правда, это напрягает сильно. Я поначалу вообще там, которые мы видео снимали, вот так как я начинал, я там, у меня слова паразиты, ты начинаешь теряться, там это, вроде ты сам себя снимаешь, что такого, ты бе-кэ-пу. Обязательно работник, наверное, в любой профессии, в нашей частности, да, работаешь, когда над тобой стоят на душу, кто-нибудь из-за спины наблюдает, всегда что-то какое-то лишнее получается, глаза. Да, это ладно, мы тут друг друга знаем, мы как бы привыкли, то есть стараясь не мешать. А вы представьте, я тут с камерой суюсь постоянно. Павел Григорьевич, покажи мне, да, этот, расскажи. Да, надоел. Давай, давай, работай, работай. У тебя 50 долларов в час, Павел Григорьевич. Так, длиннее ли она у меня получится. Саня тоже все мешает у меня. Да, Саня там у нас входит. Как по отчеству-то? Александр Николаевич, там, в общем, остырить какую-то новую идею. У него залетела мысль, не буду рассказывать, концепцию, если захочет, расскажем. То есть он этот, у него открывает новый кооператив по производству, завод или фабрику. В общем, из кооператива сначала будет фабрика, а из фабрики перерастет предприятие современное с нанотехнологиями. Мы тут все вдоль и наблюдаем за этим процессом. Скоро создастся новейшее акционерное общество в Силиконовой долине. Ну, в общем, как обычно, в России происходит нормальное развитие у нас происходит. Мне кажется, надо мне ее укоротить. Надо мне ее укоротить. Пойдем, укоротим. Она мне уже не нравится. Видите, я его сегодня дергаю, отвлекаю его. Это не совсем хорошо. Продолжение следует... Многие еще задают вопросы Ребята, вы поймите, что Из металла фактически можно сделать Все, что угодно Вопрос лишь времени и трудозатрат На которые вы Можете пойти То есть, не знаю там Есть литье То есть, есть ковка, то есть, разные обработки металла Там художественная сварка и так далее И тому подобное, здесь только зависит Все от вашей фантазии И умения Но есть еще один выход Если вы не умеете Вы берете свою идею Приходите к художнику, даете ему задание Художник у вас рисует Вы с ним согласовываете Потом приходите к кузнецам и воплощаете свою мечту Вот таким путем еще можно обойти На сегодняшний день Александр Николаевич, ну мы людям-то расскажем концепцию, что же делают Нет? То есть, кооператив пока секретов не выдает Все, молчу, не показываю В общем, как он опыты проведет Мы сразу разбогатеем Сейчас нагревается, может, остановиться или пока Ну давай, да, сейчас пока Пепперик небольшой Он нагреется, я поправлю, потом будет Дальше, дальше Вот такой ролик был длинный, но прикольный Вот все вживую онлайн Это он фактуру наносит Ну и как бы расширение делаю Делать какой-то гитар побольше, плечи повыше Думаю, какой идет сделать вариант головы Горокинском мне и нравится ее делать Так нравится Я наверное, сделаю так, что горокинском Горокинском мне и нравится Сейчас у нас формирование Красивых бедер Ну да, Игорь, перед бедер я говорю про мерзость Потому что сзади-то вроде она неплохо А спереди что-то не очень получается Вот так провали Просто я чуть-чуть формировать, поправить Вот так Вот так Что-то похожее на казаху Вот, покажи Это все Ну вот, вот это я и называю промерность Вот она более-менее такая здесь Аккуратная становится, ровненькая Там еще обработает Не корявая Все обработается нормально Я не хочу обрабатывать после себя Ничем Вон, в принципе Только заусердки убирают Там еще что-то Ну, а потом кроссовкой пройдется Когда вот после кроссовки проходит То есть она вообще заиграет Я обрабатываю там, где косяк И я что-нибудь накосячил Мне не нравится Я могу сточить Могу наплавить Это, как бы, конечно, бывает Да, все люди ошибаются Не ошибаются Что-то ничего не делает Ничего в этом страшного нет Но я стараюсь себя сделать максимально Что-то в головах А не Что-то там подгонки Вот таким методом Мы делали в том году С тобой скалолазов Последний раз И циркачей Можно их сделать даже цельнокованный Можно из руками сделать Я делал И с головой Ну, это тоже Это слишком И с головой Да То есть в данном случае Он голову будет сверлить и клепать Я буду клепать Да, он заклепает Можно отковать полностью цельным То есть у вас будет кованная голова Шар выкатывается Потом туловище Отрубаются руки Отрубаются ноги Да Это очень сложно Надо У меня единственная только такая работа Это давно-давно-давно Как-то я делал грубого ангела Единственное, что я крылья приварил Я уже там этот Это очень-очень давно я делал Раньше с обрывкой часто Мы считали Всегда в принципе Когда начинали этим заниматься Мы считали, что Значит, изделие должно быть Настоящее Ковано Без сварки В клепку там Я не знаю Пайка Комуты Да улыбнись ты Мы 2-3 учились вот этому И много чего сделали интересного Да улыбнись ты серьезный Такой весь процессе А потом пришли к выводу Что как бы Не все Да Нужно делать Цельно кованное Мало человек Людей, которые понимают Я балаболю Забыл что делать Мало кто понимает Ноги Ноги Если с правой То правша Если с левой То левша Хотя это не факт Да О, вот видишь У меня Как типа Пяточки получились Остренько сделал Я в принципе Про это и говорил Объяснял И таким методом Вы если что можете Приварить То есть у вас туда Сварка закатится Давай коленкой сделаем Коленку надо Чтобы она Была Видна Так Без коленки Это такой мастер-класс Называется Мастер-класс По быстрой ковке От Павла Григорьевича Ну да В этом и заключается Соль Вот как-то так Видите он думает Да я расскажу Он думает Видите Он думал Он думал То есть он думает Как встать Как что Витя нагрел Не получилось Бросил То есть моментов много Сейчас он торсировочку сделает Вот это вот Называется Видео онлайн Ребят Какой у меня стульчик Удобный Я сел Он так крутится Хорошо вращает Так удобно Новый ракурс нашел Видите да Миллион раз показывал Удобную вещь Не надо клещами Клещи сломают Ну иногда можно и клещами Ну можно Нет Ну ты вот смотри Вот у тебя сейчас пластика Надо левую ногу подровнять И она очень изящная Дана по пластике Да все срастается у тебя Она очень изящная Вот Выгнута она Давай я тебе встану Попозирую просто Вот 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 эти ноги там Раз Скорректировал Это не получается Все получается Он просто волнуется И он думает Он сейчас Выбывает знаете как Такие моменты Вот ты вроде из горна Вытащил ее Какая-то мысль Слетела Пока думал Она остыла Опять засунул ее Она улетает Она улетает А он видите сейчас И пытается вам объяснить То есть я говорю Да Я буду рассказывать Ты работай Потому что сейчас Изначально была одна идея Сейчас я уже другую Ты подумай Может этот Не надо Отвы ногу вперед Правую Продолжение следует... 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 Это все я сейчас вот так вот все сделаю с ним. Вот видите, уже две заготовочки более-менее готовы. Сейчас руки-руки уже видели, показывать не будем. Так, сейчас у нас голова для подсвечника. Вот у ребят там волшебная баночка есть. И в ней много-много разных шариков. Да, всякие, потому что входы бывают там, либо неучтенные остались, либо ближки сделали, может быть, от которой мы и приладим туда что-то, если подойдет. По крайней мере, найдем, какой нужен размерчик. Я думаю, для мальчика можно и такую, наверное, у девочки. Да нет, такую же сделай, Паш. Вон он, вон он, вон он, с левой стороны у тебя. Нет, вон он, вон он. Да, они оба одинаковые. На 32, по-моему, это 28. Ну это вообще какой-то у нас, на 23 мы делаем. 23, вот это на 23 они, да. Они вот оба на 23 как раз подойдут они. Я думаю, ей поменьше сделают. Мы еще видите, тут сейчас с Паулом Гойщем разговаривали. Может быть, придется, расскажи про пропорции, Паулом Гойщем. Ну да, если мы решим, что она большая, я ее запросто укорочу. Отхую опять перешей, кто в шею, да и все, и он будет покороче. Да, да, да. Так же и у девочки тоже. То есть сейчас, Паул Григорьевич, просверлит отверстие, мы прикинем, как там что там, и потом заклепает это все. Ну и увидите клевку. Я-то думал, что у девочки вот что-то подобное, вот в голову, но этот у меня вообще, конечно, огромный, это не суда. Да она как-то, ну... Это не из этой оперы. А, то есть ты здесь не хочешь по-другому маленько ее сделать? Да, чуть-чуть, да. Более художественную, все, понял, мол, что... Ну девочка отличаться должна. Все, все, я понял. Ты с воротником хочешь сделать? Да. Это как воротник получается. Все, ну тогда пойдет, почему нет-то. Понял, да? Да, все, понял, я, ты меня, я туплю, Паул Григорьевич, простите меня. Да ладно. О, тут гиб тоже на 23, но он не докатан или какой-то тут, его и сделаем. Я же забыл, что мы художники. Да. Так что все. Пока один сделаю. Да, 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 все, увидимся еще. Так, в общем, искали-искали, не нашли. Да, другой. Павел Григорьевич пошел, взял каталку и... Нашел другую каталку, я сейчас, наверное, поменьше шарик сделаю. Тот мне показался большеватый. А вон. Может, шляпу какую-нибудь потом приделать? Это не вон. Шляпа? Да. Не знаю. Шляпа? Планок не было. Ну я так, это просто дальше мысли вслух. Ну, в общем, он пока думает. Благодаря ничего. Пока он думает. Вот получается пока вот такая красота. Потом оставь, расскажем, выключишь молот. Выключай и оставь. Выключай, выключай. Молот гости, сейчас расскажем. Вот смотрите. Вот сейчас получился первый шар. И видите, какое получился завершение у нее. То есть вот это получилось настоящее девчачья косичка и волосы. Вот если сейчас все это расплющить и обыграть, то есть будет охрененная голова девочки. Ну я делал так. Ну то есть ты помнишь, ты Чиполина там делал? Я их несколько делал. Вот как ты рассказываешь, я такой вариант делал. То есть вот видите, вот она вообще похожа просто на девчачью голову уже. Все. Кратенько вот так. То есть вот сейчас Паа Григорьевич отковал, видите, там все сделал. И сейчас он примеряет, приноравливается, где что убавить, где что подрезать. Думал, туловище убавлю, оказывается, что ничего не надо добавлять. Там же у тебя воротник будет. Да. Получается. Так. И вот нормально, все хорошо. Все, поехали дальше. Видите, такой хаос. Хаос. Нормально, нормально, все, я снял. Ну вот прошло немножко времени, кое-какие манипуляции мы сделали. Поехали дальше. Так, как бы мне ее сейчас подлезть на сюда только вот, смотрим. Ну что, как-нибудь. Как-нибудь, да. Да, как-нибудь. Давайте, где можно. То есть мы сначала думали шарик, потом, короче, концепция поменялась. Григорьевич взял другой шарик с пимпочкой, скажем так. И сделал там через воротник, то, короче, я эфициально планировал у девочки. Вот. А сейчас косичку просто, типа косички что-то придумали. Ну мы тут вместе с тобой что-то куметили. Да, на лету. Да, на лету, да. Давай, сделаем. Просто когда мысли вслух у нас тут постоянно скачут, то есть и получается, да, будет круче. Будет круче. Да, вот так вот мы ее сейчас в движение придадим. Вот она вот такая у нас. Вот так вот замри, все. Давай, камер. Все, и свободен. Спасибо. Все, то есть все идет своим чередом. Да, нормально. Спасибо.